Позади осталась напряжённая экзаменационная пора, которая позволила определить лучших. В 2024 году в Славинском районе 7 стобальников – тех, кто продемонстрировал блестящее знание любимого предмета. Наш сегодняшний репортаж о выпускниках 12-й школы и их учителе, который подготовил девушек к главному экзамену. Эти выпускницы добились максимального результата на едином государственном экзамене по русскому языку. Они подтвердили свои знания и одарённость, целеустремлённо идя к намеченной цели. Когда Вероника Орлова из Славинской 12-й школы узнала о своём успехе в 100 баллах по русскому языку, ей сразу даже не поверилось, что это правда. Она знала, что результат будет высокий, но действительность превзошла её ожидания. Когда пришли результаты, сначала не поверила, удивилась, начала звать родителей, позвонила родственникам. Мне даже показалось, может, там какая-то ошибка, может, поменяют баллы. Очень переживала за это, но нет, всё в порядке, все были очень рады. Любовь к русскому языку у Вероники проявилась с первых лет обучения в школе. И это стремление узнать как можно больше только нарастало со временем. Мне нравился русский язык с самого начала школы. Я была сильна в нём, но увлекаться прям интересным не стало и литература, и русский. В пятом классе у меня сменился учитель, был очень сильный преподаватель, который привил мне любовь к этому предмету. Каждый год я развивалась в нём. И на экзаменах я выбрала сдавать. Ну, русский был обязательным, но вторым предметом я выбрала литературу. Она благодарна своему учителю Евгении Николаевне Заваде, которая смогла подготовить её к сложному экзамену. Я очень благодарна своему учителю по русскому и по литературе Евгении Николаевне. Она привнесла огромный вклад в мои знания. В каждый урок мы решали тесты, писали сочинения, они были наполнены. И на самих экзаменах эти уроки помогли мне. Вторая стобальница Кристина Цибуля всегда была неравнодушна к русскому языку и вознаграждена за это прекрасным результатом. Русский язык я любила всегда. У меня был хороший преподаватель в начальной школе и в средней. И именно она привела эту любовь к русскому языку, к литературе. Ей, конечно, повезло, что у неё был такой сильный учитель. Это сыграло важную роль в том, что она получила отличные знания и сумела подтвердить свой уровень. В 12-й школе очень хороший учитель по русскому языку. Именно она объясняла правила и помогла мне понять, как расставлять знаки припинания, проверочные слова изучать и давала всё необходимое для того, чтобы хорошо подготовиться к экзамену и сдать его. Заслуженный учитель Краснодарского края Евгения Завада, опираясь на богатый опыт, разработала и успешно применяет авторскую методику по обучению учащихся русскому языку в старшей школе. Я готовлю детей к ЕГЭ с 2015 года. И за это время я выработала свою методику, как это делать. И, конечно же, это два года, на это нужно потратить времени. Никогда я не загадываю 100 баллов. И дети я учу, чтобы они никогда не загадывали себе 100 баллов. Я им говорю, давайте так, ставим себе барьер такой, планку 90. Терпение и труд всё перетрут, а также количество знаний, которое обязательно перейдёт в качество. Вот одни из главных секретов её обучения. Конечно же, такие результаты, они даются детям, которые занимаются каждый день. Потому что я вот на своих уроках стараюсь детям дать всё, что я знаю по ЕГЭ. Все вот эти лайфхаки, как они говорят, все моменты, которые могут встретиться. И всегда говорю, что чем больше ребёнок порешает, тем больше он узнает слов, которые... Потому что всё равно в ЕГЭ всё повторяется. Вот. И все задания типичны. Конечно же, эти девчонки, которые получили 100 баллов, они большие умницы. Они, я считаю, прорешали, наверное, столько, как никто. Вот. И ещё, конечно же, должна быть уверенность, я думаю. Потому что уверенность помогает, а самоуверенность мешает. Поэтому я считаю, что уверенность в себе, большой труд, знание всех правил, умение распорядиться временем, которое тебе дано на ЕГЭ. Ну и, конечно же, удача помогает получить такой результат. Она искренне рада за своих учениц. А у неё есть ещё одна 100-бальница по литературе в этом году, Полина Стрелкова. И желает всем им всяческого преуспевания в жизни. Выпускницы получили великолепные знания и готовы учиться дальше. А значит, всё у них обязательно получится. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, Константин Монастыренко. Программа «События».